Продолжение следует... С вами сегодня присутствует Анна Александровна Купцева, вы ее видите, это руководитель направления управления предпринимательством образования и ваш покорный слуга Анатолий Георгиевич Коспаржак, руководитель академической программы управления образованием. Коллеги, вы видите, что на первом сайте есть два логотипа. Логотип высшей школы экономики, институт образования мы представляем как подразделение высшей школы экономики. И логотип группы компаний просвещения, которые являются инвестором программы управления предпринимательством образования. Я хочу сказать, что в этом году мы принимаем целых 50 человек бесплатных, бюджетных, 40 бюджетных мест и 10 мест оплачивает группа компаний просвещения. Кроме того, поступить можно на коммерческой основе, если вы не проходите конкурс. Конкурс у нас обычно около трех, в районе трех человек на место. И надо сказать, что если вы работаете в бюджетной организации, то скидка 50%. Я сказал исходные данные, а теперь я буду потихонечку двигаться, рассказываю вам о программе, а потом о правилах поступления на ОНЛ. Я надеюсь, что Анна Александровна будет меня перебивать и что-то красиво добавлять. А у вас, если есть вопросы, то вы их пишите, пожалуйста, в чате. И мы на какие-то будем отвечать сразу, а на какие-то в конце. Итак, поехали. Куда надо нажимать, чтобы она дальше? А, это замечательно. Коллеги, извините. Итак, программа управления образованием и ее специализация управления предпринимательством образования, это магистрская программа по направлению государственное и муниципальное управление. Итак, учиться на программе следует два с половиной года, из которых, собственно говоря, два года учебы и полгода написания выпускной работы. А и те, кто закончит ее успешно, получат магистрский диплом по направлению государственное и муниципальное управление. С чем был связан выбор этого направления? С тем, что директора, работающие в государственных школах, должны иметь как минимум профпереподготовку по направлению менеджмент или государственное и муниципальное управление. Нам казалось, что стандарт по государственному образованию и муниципальному управлению более ближе к тому, что делает директор школы. Формат обучения очно-завочное модульное. Что это такое? Это значит, что в течение двух первых лет надо будет три раза в год приезжать на сессию очную. В этом смысле программа не самая бесплатная, потому что за это мы не платим. Жить в Москве в течение этих двух недель, что тоже стоит каких-то денег. И, соответственно, учиться. Именно поэтому для нас очень важно, чтобы вы прежде чем приняли такое решение, договорились с вашими руководителями, даже если вы директор школы, у вас тоже есть руководители, которые на две недели будут вас отпускать. При этом, если вы уже получили магистрскую степень на бюджетной основе, вы не можете претендовать на бесплатное обучение на программе управления образованием. А вот группа компаний просвещения, наверное, это все равно. В этом смысле вы имеете уникальную возможность учиться на программе по данному направлению в этом году или за счет бюджета, или за счет средств компании, группа компаний просвещения. Даже, ну, или на коммерческой основе. И, да, если вы, как я еще раз говорил, работаете в бюджетной организации, то 50-процентная скидка. Это солидная скидка. Хотите что-то добавить, Анна Александровна? Нет, пока все хорошо. Пока все хорошо, спасибо большое. Как в том анекдоте, да. Значит, кто является потенциальными слушателями наших программ? Ну, это, конечно, люди, которые имеют высшее образование. Вот это, наверное, самое главное. Вы потом все почитаете подробно, остановлюсь я на второй мысли, что мы преддаем предпочтение людям, уже обладающим определенным объемом знаний и компетенцией в изучаемом области. Но самое главное, обладающим определенным ресурсов влияния. По той причине, что учить взрослых и работающих людей нужно на материале их производственной деятельности. И если вы, условно говоря, не имеете каких-то властных полномочий внутри образовательной организации или поддержки руководителя этой образовательной организации, вам трудно будет выполнять задание. Как следствие, конкурс портфолио при поступлении, из чего оно состоит, мы расскажем после того, как расскажем о программе. Характеристики выпускника. Вот посмотрите. Вопускники программы будут профессионально подготовлены к работе в качестве руководителей. По направлению управления образованием государственных и негосударственных образовательных учреждений, для нас важных, в том числе международных, правда, английскому языку мы не учим. Это уже ваша ответственность. И подразделения органов управления образованием. То есть мы не можем гарантировать, что мы вас туда устроим. У нас в советской власти, как и распределение, закончились. Но мы гарантируем, что те, кто получит диплом, будут профессионально подготовлены к этому. А вот на специализацию управления предпринимательства образования, которая фактически в объеме магистрской программы, будет реализована первый раз. В этом есть особые плюсы и особые минусы. Плюсы к вам будут очень внимательно относиться, минусы, у нас не все будет получаться. Значит, мы думаем, что они могут выступить в качестве управленцев или войти в топ резерв управленцев в образовании и инициируйте создавать новые проекты в образовании. Так, Анна Александровна? Да, все правильно. Тут еще можно дополнить, что внутри проектного менеджмента, то есть помимо того, что будем с коллегами запускать бизнес-проекты, но и также работать с кризисами в организациях, планировать стратегическое ее развитие и, соответственно, ее продвижение. Далее поехали. А смогут выступать в качестве, но не всегда же ты должность занимаешь. Очень многие люди теперь работают фрилансерами, не работая на одном определенном месте. Вот такие люди у нас тоже могут учиться, потому что они могут выступать в качестве разработчиков, экспертов и менеджеров комплексных проектов, инвестиционных программ, быть аналитиками, советниками управленцев, запускать бизнес-проекты в сфере образования, реализовывать их, способствовать формированию команд для создания и реализации разного рода образовательных, в том числе бизнес-инвестиционных проектов. В этом смысле программа такая очень широкая, как все магистрские программы. Вообще, когда есть программа профессиональной переподготовки или повышения квалификации, она имеет точное адресное назначение. В данном случае программа магистрская, она, так сказать, существенно более фундаментальна, если так можно сказать, о прикладной программе. Коллеги, мы прописали разные результаты. Результаты прописаны, как в западных университетах, что вы сможете сделать. Я прочитываю только по одному результату и проиллюстрирую. Для одного программы и для другой. Смотрите на шестой результат. Результат определяет и демонстрирует свою собственную экспертную позицию по той или иной проблеме. Умеет изложить ее письменно и устно. Это тот человек, который успешно окончил программу. Представить ее так, чтобы она была понятна и понятна и принята теми, кто принимает решения, в том числе в достаточно агрессивной среде. Вот над этим результатом преподаватели бились довольно долго. Действительно, директор школы или руководитель какого-то образовательной организации это человек, который, в общем, очень одинокий. И который, к сожалению, находится в агрессивной среде. Причем агрессивная среда и сверху, и снизу. Дело в том, что если он делает что-то новое, то его руководители не очень любят, когда человек по своей инициативе делает что-то новое. А те, кто работает, тоже не очень любят это, потому что тогда надо много работать. И он должен уметь это доказать. В этом смысле, через всю программу проходит целая серия выполнения разного рода проектов, которые студент-магистрант или индивидуальный, или в составе группы готовят от замысла до представления их результатов. Много защит, много публичных выступлений. Нет традиционных экзаменов, дали 20 вопросов, выучили и ответили. Нет. Это обычно представление разного рода отчуждаемых продуктов. Управление предпринимательством в образовании. Смотрите на пятый пункт. Пятый результат. Осуществляет финансово-экономическое планирование и ведет управленческую и финансовую отчетность по реализованному проекту. Вот я даже читать не буду. Но понятно совершенно, что для того, чтобы понять, что выпускник программы умеет это делать, надо, чтобы он в течение учебы именно это сделал. Не рассказал о том, как это надо делать, а сделал. И в разного рода практиках, в разного рода реальных имитационных практиках и стажировках это мы будем стараться вас поставить в такую позицию. Да, Анна Александровна? Ну, я просто хотела дополнить, что именно те формы, через которые планируется это осуществлять. Действительно, это будет во время учебы серия мастер-классов и стажировок, которые вот сейчас как раз, Антон Григорьевич, переходят в блок с хеви, который будет там организован. То есть, этим, собственно, программа будет отличаться, что она исключительно практикоориентированная. Это замечательно, с нашей точки зрения. То есть, нам нужен руководитель, не знающий, как это делать, а умеющий это делать. Я хочу обратить внимание на вот эту блок-схему. Начнем с конца, как говорится. Выпускная коллекционная работа. Это третий год. Это когда вы уже одни дома, по вечерам, мучаясь, в праздники, пишете выпускную коллекционную работу. Про которую потом скажем несколько слов отдельно. Первый блок адаптационный, видите? В этом адаптационном блоке, ну, какие-то дисциплины, о которых мы поговорим чуть-чуть позже. И смотрите, в середине первого года вам надлежит сделать окончательный выбор. Вы будете специализироваться на управлении образованием или управлении предпринимательством образованием. Но, в принципе, вы этот выбор должны сделать на старте. Вы должны, потому что на каждую из программ будет немножко отличаться конкурс. Потому что на каждой из программ будет немножко отличаться портфолио. Если, например, на программу управления образованием мы будем отдавать предпочтениям люди, которые закончили классический университет. На сайте все это написано. Или педагогический университет. Или получили специальность менеджера и экономиста. То немножко другое. А другой рейтинг будет у тех же самых специальностей для программы управления предпринимательством образованием. Обратите внимание, что практика начнется с первого дня. А в середину научно-исследовательской для определенной группы. Или, как мы его называем, проектировочный семинар. Содержанием которого будет обсуждение реальных проектов, которые реализуют наши студенты во время практики. Я хочу обратить внимание на самую простую и самую сложную первую сессию. У нас две сессии будут короткие. Модуля первый и последний. И два длинных. Вот мы сегодня покажем вам, как пример. У вас не так будет во время учебного года. То вот первая сессия практически так же, первый модуль. А второй и третий, там может все измениться. Это мы вам как модельную ситуацию показываем. Значит, смотрите. Вы на первую сессию получите три адаптационные дисциплины. Правовые вопросы, система образования, образовательные организации. История образовательных учений, коммуникация, образование, технология. Мы надеемся, что вот изучив эти три дисциплины, мы с вами научимся говорить на одном языке. Мы так выбирали эти дисциплины. Я хочу обратить внимание, что вас зачисляют 30 сентября. А 1 октября мы еще с вами не встретимся. Но вы уже по этим дисциплинам получите задание. И приедете вы сюда подготовленными к этому. У нас, коллеги, надо много учиться. Поэтому, к сожалению, мы мало похожи для многих, к сожалению, а для нас, к счастью, на традиционные курсы повышения квалификации, на которых само пребывание на курсах является гарантией их окончания. Именно поэтому после первой сессии обычно 5-7 человек забирают документы. Мы очень мало выгоняем. У нас уходят люди сами. У нас, к сожалению, надо учиться. Ну и дальше будет проектировательный семинар. Задача которого будет спроектировать ваш индивидуальный учебный план. Ну и вот будет первый выбор. Будут открытые онлайн курсы, по которому вы выберете один из двух. Такой слабенький, но выбор. И вот в декабре вы как раз выполните задание по этим трем дисциплинам и проектировочному семинару. Утвердите свой индивидуальный учебный план. И мы надеемся практически в полном составе. Шагнете во второй модуль. Хотите что-то добавить здесь, Анна Александровна? Да нет, все. Пока все хорошо. Теперь смотрите. Условный второй модуль. Значит, все ваши дисциплины делятся на дисциплины направления. Это те дисциплины, которые нам предписывают стандарты. Дисциплины программы. Это те дисциплины, которые мы определили как обязательные. И дисциплины по выбору. Значит, дисциплины направления во втором модуле будет теория механизма современного государственного управления. Дисциплина программы социальное проектирование. А вот здесь уже сделается выбор. Смотрите, для тех, кто будет управление предпринимательством совершить выбор между маркетингом образовательной организации и управлением проектами. А для специализации управления образованием информационная культура и современной образовательной дискуссии. Еще раз говорю, это условно. Потому что вам будет предложено три пары таких дисциплин. И вы каждый, выбрав специализацию, выберите эти три пары. А внутри этой специализации выберите по одной дисциплине. Смотрите, этот фон, каждый пара по одной дисциплине. Это долинный модуль. Это с января по июнь. Значит, вот так примерно придется учиться. И тоже уже в январе, сразу, в каникулы, надо же, когда работать работающему человеку, в празднике. Вот, надо будет уже готовиться ко второму. Я просто для информации показал вам, как устроена дальнейшая программа. На этом слайде останавливаться не буду. Теперь смотрите, что такое ВКР. ВКР для нас это всегда портфолио. Еще он состоит. Из статьи по итогам состоит на проведенного исследования. Для проектировщиков тоже. Потому что, чтобы сделать проект, надо провести предпроектное исследование. Второе, проект, проектное предложение, включая результаты предпроектного исследования, курсовая работа и отчет по практике. Вот это обязательная часть, которая будет стоить 70% в портфолио. А дальше, что захотите на 30% приложите? Что вам нравится? Да, Анна Александровна. Я хочу сделать акцент на том, что практика будет не только для направления управления, но и для предпринимателей, в том числе, и в соответствии с тем треком, на котором они идут. То есть, соответственно, у государственных, это значит, государственные какие-то истории, тех, которые хотят поднимать вне бюджета предпринимательства, соответственно, в этом направлении. Отлично. Теперь, наконец, так сказать, гвоздь программы. Значит, приемная комиссия у нас начала... Почему 13 сентября? 1 июня. Да. Да, 1 июня, извините, я первую строчку не увидел. Я старый, шлиповат. Итак, 1 июня начинают подаваться документы. Коллеги, вот здесь совет работающего в высшей школе экономики. Значит, как правило, примерно до середины августа, а может и до конца августа, в приемной комиссии достаточно свободно. А в последние дни, а последний день завершения приема заявлений у нас, это, значит, 13 сентября. Ну, как вам сказать? Народ пытается часы перевести, чтобы успеть до 12 часов в этот день. Приемная комиссия, все толпятся, а все друг друга ненавидят, документы теряются. Поэтому, большое к вам предложение хорошее, из добрых побуждений. Не так сложно подготовить портфолио, но я бы на вашем месте сделал это, ну, точно до 1 сентября. Потому что в сентябре вы потратите на это очень много времени. А лучше числа до 20 августа, вот так, по-хорошему. Ну, здесь еще тоже только в качестве совета, так как есть несколько вариантов подачи документов, документов очные, прям приезд, есть у нас возможность и дистанционно это сделать. Но, если вы это делаете при помощи такой организации, как Почта России, или еще какими-либо услугами, на сайте есть менеджер программы указан. Пожалуйста, сообщите, что вы отправили такого-то числа, такой-то материал, потому что, к сожалению, были случаи, когда приходило гораздо позже, чем сроки заканчивались. Поэтому понятно, что если вы отправите 12 сентября Почту России, то 13 сентября документы просто не дают. Тут как бы без обид, но просто для понимания, так как случаи такие у нас, к сожалению, уже были. Да, и потом на Почте иногда теряются документы, а диплом должен быть оригинал. А это как-то обидно. Значит, теперь, коллеги, важнейший момент. По критериям поехали. Качество диплома о высшем образовании. Но здесь вам на сайте придется посмотреть. Дело в том, что для разных специальностей это разные дипломы. Дальше. Наличие документов о дополнительном образовании. Коллеги, почему-то мы об этом забываем. Каждый год кто-то где-то учится. Ну, соберите вы эти бумаги, сделайте вы копии, приложите вы их. Нас копии впал, не устраивают. Здесь оригинал не нужен. Значит, пожалуйста, это сделаем. Кстати, возвращаясь к диплому о высшем образовании. Учтите, что кто окончил с отличием, получит бонус. Дальше. Наличие научных публикаций. Написано красиво. Но, в общем, слово научных, я бы на самом деле, ну, как бы вам сказать, я бы к нему относился помягче, давайте будем говорить. Ну, во-первых, помягче, но при этом, ну, понятно, что о том, как приготовить бонус, туда не подойдет. Да. Главное, чтобы тематика совпадала. Вот. Это я хотел сказать вторым, так сказать, ходом. Значит, дело в том, что все люди, которые защитили, получили кандидатские или докторские степени, ну, доктора у нас бывает редко, хотя бывают, а кандидатов у нас очень много, наук. И вот он по филологии получил, сделал публикации для кандидатской диссертации, посылает их нам, нам такая публикация не нужна. А на Ваковском журнале это замечательно, но нам нужны публикации, которые относятся к менеджменту, управлению, которые пусть будут в материалах конференций, но они будут относиться по теме. В этом смысле, посмотрите, пожалуйста, вы наверняка выступали на каких-то конференциях, публиковались, пусть даже в электронных изданиях, ничего страшного, приложите ссылки, приемная комиссия посмотрит. Поэтому это, пожалуйста. Дальше. Опыт работы. Ну, здесь вы посмотрите все на сайте, но здесь нужен стаж, очень важно, чтобы был стаж руководящей работы, но там минимальные требования к стажу, год уже достаточно, поэтому, пожалуйста, посмотрите. Ну, а тут в стреке предпринимателя несколько другое требование, там идет опыт реализации, описать опыт реализации проектов, участие в каких-то проектах, может быть, там не совсем прям, автор и руководитель проекта, но тем не менее, чтобы вот такой опыт имелся. Теперь смотрите, главная часть это опыт описания авторского собственного проекта. Здесь я хочу сказать, что люди, которые побеждали в конкурсе директор года, могут и эту часть не писать, просто-напросто приложив, они писали этот проект, когда выигрывали директор школы, то есть, не все, а те, которые вышли в финал за последние три года. Обратите внимание, что это возможно. Если вы участвовали в каких-то других конкурсах и стали лауреатами, приложите, пожалуйста, мы это тоже посмотрим, это очень важно. Но давайте сразу посмотрим, что проект мы просим написать на две странички, там дано все. Не надо нам проект по семи страниц, но за эти две странички короткий текст написать труднее, чем длинный. Это я вам говорю. Значит, сначала нужно, чтобы в проекте была проблема и она должна быть доказана и должно быть над цифрами, фактами подтверждено, что эта проблема есть. Ну, например, мы готовим, готовим учителей, а учителей не хватает. Вот мало написать этой фразы, надо показать, что в Эннской области этих учителей действительно не хватает, а три вуза, которые вокруг них находятся, действительно не идут почему-то выпускники в школу. И вы придумали кадровое агентство. Я, к примеру, говорю. Вы придумали сделать кадровое агентство, и дальше вы должны писать, как это кадровое агентство. Чем будет сначала отличаться от тех агентств, которые работают, я сходу, но тем не менее, фантазирую правильно. Надо два-три примера таких агентств показать, что то, что вы придумали, лучше, и как это будет устроено, на какие деньги вы это будете делать. А дальше все забывают одну вещь. Обратите внимание, что здесь написано в соотношении с ресурсами и задачами программы. Вы должны описать свои дефициты для реализации этого проекта. Дальше посмотреть на сайт программы, посмотреть программу учебных дисциплин и написать, какие знания, какие умения вы приобретете на каких из дисциплин для того, чтобы этот проект реализовать. для нас это очень важный пункт. Я прошу очень внимательно к этому отнестись по той причине, что это 35 баллов из 100. Это очень важный пункт. И следующий дополнительные баллы. Обратите внимание, 10 баллов вы можете получить, взяв рекомендацию выпускника или студента этой программы. Для нас очень важна, как я уже говорил, рекомендация вашего руководителя, потому что для нас это залог того, что он вас будет отпускать с работы. А то вы сначала поступите, потом скажете, меня с работы не отпускают. А мы вас отчислим, а мы же окажемся виноваты. А зачем нам быть виноваты? Ну, и там вы посмотрите, что еще туда вложить. Все это можно сделать, выйти на сайт программы, раздел абитуриента, траектория поступления. У нас есть два святых для вас человека в момент приема. Это Светлана Михайловна Максимова, ее координаты внизу на презентации. Я так понимаю, что эта презентация будет у нас на сайте, да? Да, будет на сайте. И Юль Борисовна Саламатова, менеджер этой программы, а Светлана Михайловна, заместитель директора департамента образования программы. Института образования. Я хочу обратить внимание, что здесь есть последний мобильный телефон. Мы его специально ввели для того, чтобы все вы могли дозвониться. Ну, я надеюсь, вы не будете звонить в 3 часа ночи, если с Дальнего Востока так бывает. Знаете, позвонишь, там 12, здесь 3, все хорошо. Наконец, вас будут учить, на мой взгляд, очень известные в образовании люди. Преподаватель нашим программой является Исак Завич Фрумин, директор, научный руководитель Института образования. У нас работают такие известные люди, как Ирина Вселеннабанкина, которая очень часто выступает по телевизору, практику проходит, у Эфима Лазича Рачевского. Ну, здесь многие интересные люди. Директор лицея Дмитрий Ефимович Филанович, Фишбин, Филанович, руководитель, один из руководителей факультета бизнеса и менеджмента Сергей Ростиславович Филанович, заместитель руководителя аналитического центра, аналитического отдела аппарата, аналитического аппарата комитета по образованию и науке Госдумы Алексей Николаевич Майоров, один из руководителей конкурса, директор года Константин Михайлович Ушаков, ну и дальше, да, здесь есть руководители Артека, которые у нас тоже работают, Алексей Анатольевич Ервладимович Ельма, ну и так далее, здесь можно посмотреть, команда из разных городов, у нас есть люди из Красноярска, из Крыма, из Москвы, откуда еще, да, из многих мест, значит, одним словом, а, из Петербурга, Зинаида Юльна Смирнова, так что, команда хорошая, но главным вашим источником информации является сайт Институт образования, магистрская программа управления образованием и те специализации, о которых мы сегодня говорили, у меня, собственно говоря, все. Да, коллеги, есть ли у вас еще какие-либо вопросы, потому что те, которые были заданы, я уже ответила в общем чате, в принципе, вы можете, опять-таки, эти вопросы задавать на нашем сайте, всегда можно найти и руководителя программы в том числе, вбивайте просто наши фамилии, вы нас видите, видите нашу почту на портале и можете через нее также задавать какие-то уточняющие вопросы. Но, в принципе, Светлана Михайловна и Борисовна, которые были представлены на предыдущем сайте, на этом уровне поступления совершенно компетентно вам ответят на все вопросы. Все, да. есть ли еще какие-либо вопросы, уточнения? Ну, раз вопросов нет, коллеги, огромное вам спасибо за то, что вы к нам присоединились. Еще раз повторяю, презентация, вебинар будет выложена на сайте. Спасибо. Продолжение следует...